Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон и я продолжаю проходить Man of War 2. Что ж, фалецкий мешок, 50 процентов компании уже пройдено, миссия конвой. Давайте начинать. 1944 год, Нормандия. Прорывая немецкую блокаду вы должны сопроводить конвой к союзникам, блокированному на высоте. Но хватит ли нашим героям сплоченности, чтобы преодолеть все испытания, или их распыль приведут к неожиданным потерям? Нужно прорваться в боеприпасах и медицинской помощи, чтобы выполнить ее нам предстоит прорваться через немалое количество врагов. Первая же наша цель сбить немецкий заслон. Согласно разведданным, впереди большое количество пехоты без какой-либо артиллерии. Так что должно быть без сложностей. Ну что ж, заслон так заслон. Было бы сказано. Так, вот он, вот наш конвой, да, машины. Студебекеры. Вот, что у нас еще, джип-пики, да, велесы. Пехота у нас тут загружена. Провизия. Ну давайте будем пробовать. Давайте будем пробовать. Так, ведем огонь только в ответ. Да, конечно же, артиллерии у них нету. Но вот, ух, нихера себе. Но вот, гренадеров у них достаточно. Бляха-муха, может я зря этот взорвал топливный склад. Судя по огромному взрыву и пламени, это был именно он. Давай. Все, в расход. Не дать им кинуть гранату, сука. Давай, тварь. Давай, мразь. Блядь, у него там вообще ни одного, ни одного нет живого из экипажа. Он все равно продолжает стрелять. Есть. Бляха-муха, убили. Убили бойца нашего, который был за пулеметом на башне. Ну, собственно говоря, бля, что там взрывается? Это склад снабжения взрывается? Немец уничтожен. Дорога чиста. Колонна может продвигаться. Дорога чиста, капитан. Это шоу-там, челлендж. Поехали! Все. Судя по форме, это был отряд СС. Вероятно, враг прознал, что мы идем освобождать наших. Будьте на чеку и держитесь ближе к колонне. Неизвестно, какие сюрпризы ждут нас впереди. Регулярная армия. Я не вижу здесь СС-овцев. Может быть, вот это? А, ну да. Следующая наша цель – блокпост на перекрестке. К востоку от него деревня, так что не теряйте бдительности. Вижу пуму, пулеметы. Вижу пак. Ага. Так, ну что, давайте как-нибудь закрепимся. Чтобы понимать, как бы, куда нам двигать. В каком направлении? Надели вам задница, да. Так, ну вот тут, я думаю, надо бы и стопорнуться. И дальше особо не двигаться. Я вообще предполагаю, что здесь есть мины. Это было бы логичным, к слову сказать. Такс. Давайте, ребята. Ну, это, честно говоря, такой себе завал. Такой себе завал. Мы в этой компании за союзников видали покрупнее завалы. Твою мать. Убить эту мразь. Отлично, враг уничтожен. Но завал на дороге все еще мешает продвижению. Потеряли троих. Жалко. Жалко. Расчистить завал. Расчистить завал. Давайте попробуем расчистить завал. Может быть, осколочным снарядом это получится сделать? Ух ты, мать твою. Неприятно. Неприятно. Прям в башню прилетело. Неприятно. Так, тогда мы чинимся. Ремонтируемся. Угу. Так. Аккуратненько. Аккуратненько. Я думаю, что на этот блокпост нам нужно будет обрушиться с двух сторон. Но здесь пума и пак. Тридцать восьмой. В принципе, пум можно выключить. Попробовать выключить в башню. Стрелок и командир погибли. Это хорошо. Ну, это все. Вот и все. Берем осколочно-фугасный. Можем и до пушки достать. Как это прекрасно. Бух. Угу. Давай-давай-давай. Оба. Все, подрыв боекомплекта. Отлично. Ну, и что, давайте выезжать. Перед этим, конечно же, сохранимся. Не будем забывать мы про это. Угу. И немножко поразвлекаемся с пехотой, которая тут есть. Ребята. Так, ну-ка, давай-ка, груз, ты спрячешься? Не будешь высовываться, не хочу тебя потерять. Лучше поработаем курсовым пулеметом. Там был огнеметчик. Что весьма интересно даже. Ух ты, бляха-муха. Кто там по мне гвоздит? Мать твою. Я не вижу. Вот откуда-то отсюда. Так, отремонтировался. Дорогу. Как там, совсем не кончили? Нам надо посмотреть, кто здесь бушуянит. Может быть, отстреляли из противотанкового орудия. В смысле, ружья. Потому что, судя по звукам, это все так и есть. Как будто бы. А, да. Народ бронебойщик. Угу. Я был подумал, какой тут орудия заныкана. Твою мать. Прячься, 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 грежище. Угу. Только кинь гранату. Вот только кинь ее. Алис капут. Все. Так, завал на дороге. Завал на дороге надо бы расчистить. Так, танчик наш. Оставшийся. Тандерболт. Я его так приберег. На финал, так сказать. Мало ли. Угу. Сейчас тут все и расчистят. Было бы прикольно занять эту пугу. Хотя, по-моему, там все разбито. Даже корпус. Даже дверь открыта. Понеслась душа в рай. Какого хрена конвой продолжает движение? Мы еще не закрепились на перекрестке. А что тут закрепляться? Ой, блядь. Браг контр-атакует. Не дайте ему подобраться близко к конвою. Ёпта. Вот это да. Как же быстро нас выбили, однако. Давай, Тандерболт, твой звездный час, дружище. Все. Песец. Вообще, это что такое? Я в ахере, блядь. Я просто в ахере. Слова отсутствуют. Так, друзья мои, в этот раз я умнее поступил. Я заранее вывел свой танк, я даже их замаскировал. Какого хрена конвой продолжает движение? Мы еще не закрепились на перекрестке. Дай нам слово, и мы будем спрятать, как вайлдфайр. На вашем рюме. Угу. Не дайте ему подобраться близко к конвою. Огонь, 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 огонь. Огонь пойдет, сволоча. Бляха, муха. Реально? Реально спалили? Что? Что? Что такое случается? Что такое происходит? Объясните мне, пожалуйста, блядь. Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, что происходит, блядь. Минус два Шермана. Песец. И Тандерболт в том числе. Я в ахеря. Я просто в ахеря. Просто один танк. Разведчик доложил, что в поселке несколько позиций противотанковой артиллерии и пулеметов. Обойти не получится. Скалистая местность. А прорываться напрямую по дороге, пушки разнесут и танки, и колонну. Эндрю, что думаешь? Предлагаю запросить помощь авиаударам. Иного способа быстро и эффективно избавиться от этого муравейника я не вижу. Хорошая мысль. Воспользовавшись сумятицей после бомбардировки, мы с легкостью собьем немцев с позиций. Связист, понял, что надо сделать? Выполняй. Ну, авиация, насколько я могу понять, сейчас нам просто слегка примнет этих тварей. Нам уж наготовненько придем. Сэр, в общем, мы получили ответ от штаба. Говорят, у них пока нет свободных самолетов в районе. Как будут, они вышлют. Ну, охеренно. Ну, что ж это такое? Сколько можно оттягивать? Пока эти долбанные трусы будут решаться, я со своими людьми быстрее справлюсь, заткнув немецкие орудия раз и навсегда. Говард, ты мудак. Не выдумывай. Так, нам дали отряд. А что насчет нашего Шермана? Что насчет нашего Шермана? Шерман, вот он стоит. Да, один-единственный, блин, как, правда, вот просто в секунду, в секунду изничтожили наши танки. Я в шоке. Ну, там в пехоте, да, вот в этих отрядах, которые у нас наступали, там были гранатометчики и панцир-гренадеры. В общем-то, неудивительно. Так. Наша задача обезвредить пушки. Одну такую вижу. Вот он, пак. Стоит. В принципе, это можно сделать одним бойцом. Вижу вторую пушку. Вижу третью пушку. Так, у меня есть мысль использовать, что называется, тактику малого взаимодействия. Я ее так назвал. В общем-то, это буквально одним-двумя бойцами действовать. Как я, в принципе, всегда проходил в тылу врага, за исключением тех случаев, когда требовалось мне использовать всех своих бойцов, всех юнитов. Так. У тебя дымы есть, у тебя есть противотанковая граната. А у тебя есть противопехотная граната. Много у тебя их? Две лимонки и противотанковая одна. Вот ты, наверное, Марвин Уайт. Сейчас мне сделаешь красоту. Вот ты, наверное, сейчас мне ее и сделаешь. Давай. Марвин. Выдвигайся. Вот сюда просто противопехотную закинуть и готово. Я думаю, что это сработает. Ну-ка. Так, давайте, пока я не совершил никакой стратегической ошибки, я сейвчик сделаю. Я даже как бы заранее буду ползти с гранатой. Let's go, 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 go. Let's go, go, go. It's showtime, fellas. Move it out. Ну-ка. Two victory. Полный назад. Есть. Хорошо. Четырех артиллериста выключил. Охереть. Бочка еще куда-то сюда укатилась и заспалила какие-то бочки. Вернее, ну-ка, снаряд был, да? Сдетонировал. Офигенно. Вот это, кстати, очень здорово в игре реализовано. Вот эти вот... Моменты, когда, ну, как в Far Cry, типа, знаете, да, что-то там взорвалось, и там, вся пустыня нахер загорелась. Вот здесь то же самое. Блин, серьезно, ты меня заметил? Рудники. Ёлы-балы. Ёлы-балы. Так, давай, дружище. Все, развалилось. Развалилось. И весь... Ну, это рынок, очевидно, здесь был какой-то. Все. Все в труху. Все в пыль. Так, а эта пушка, смотрите, она, сука, на меня смотрит. Прямо вот палит вообще контору жестко. Не-не-не, дружище. Не стоит этого делать. Let's move, boys. Let's move, boys. Блядь. Ух ты, как это было сейчас мощно. Вот эту пушку как раз-таки я... Ммм. Ладно. Ладно. В общем-то, это было... Наверное... Логичным для меня в данной ситуации. Надо было вот отсюда заходить. Ладно. Сейчас сделаем. Сейчас все сделаем. Ползком. Дружище, ползком. И не выдумывай стрелять. Так, дружище. Сможешь гранату... Метнуть красиво? Хотя бы вот сюда выползти. О, а вот эта фраза была из старых... Мэн оф воров. Keep fire now! Обожаю это дерьмо. А самое главное, что немцам похер. Они сделаны из мяса. И самое страшное, что может случиться? Ну, я думаю, вы знаете песню группы Ленинград. И без меня ответ. Это дадите. Что может случиться? Так, мне нужен человек с автоматом. Точнее, с пистолетом, пулеметом. Конечно же. Ох. Охереть, огонь разрушительный, конечно. Мне надо вот здесь вот убить часового, который... Ходит, 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 нарезает, нарезает, нарезает. Серьезно? Ух ты. Кто это сделал? Кто по мне стрельнул? Не знаю, кто это был, но явно какой-то нехороший человек. Так, друг, давай. Ну, бляха. Как будто бы надо бы сначала вот сюда сходить. Вот к этому пулеметному расчету. Слишком здесь опасно продвигать. Здесь еще один пулемет стоит. Поэтому по-любому нам нужно будет как бы пройти через весь населенный пункт этот. Но благо он небольшой. А выкосить пару-тройку краутов бонусом, как бы... В общем-то, не помешает. Блядь. Вот я еще думал, они видят меня или не видят. Сука. Вот... Говно какое. Вот бесит меня реально. Еще сейчас вот этим ушлепком хер подберешься. Все видит. Ну беги, ебта, бля. Беги. Дурачок. Все, залег. Молодец. Кто стреляет? Мне самое главное, что сделать. Мне самое главное вот сюда закинуть. Так, друзья мои. Я решил переграть этот небольшой фрагмент. Собственно говоря, уничтожу пушку вновь. Просто ну так бездарно слить бойцов. Ну, мне совершенно не нравится, не интересно. И... Это правда было глупо. Так. Я тут взял пулеметчика. Сейчас давайте мы посмотрим, как они тут будут крутиться. Если что, быстренько пробежим. Побежали. Так. Берем противотанковую гранату. И кидаем. Вот и все. И побежали. Отлично. Отлично. Поднагадили красиво и убежали. Угу. Так, осталось добраться до вот этой вот позиции. Для полного счастья. Там еще один пулеметный расчет стоит. Пулеметчик у меня чисто в данном случае на прикрытии получается. Вот. Ожидаю ваших приказов. Ух ты, мать твою. Вот тут вот чепушила. Ходит. Ага. Все. Славно. Не-не-не-не. Не выходи туда. Не выходи туда. Это ошибка. Это ошибка. Правильно, правильно, правильно. Молодец. Ох уж эти фразы из старых мануфоров. Ммм. Как мед. Как мед для ушей. Обожаю. Так. Залечил. Залечил. Залатал свои ранения. Так, а теперь ты, родной. Ты же с гранатами у меня, правильно? Давайте я подсохранюсь на всякий случай. Блядь. Блядь. Вот, собственно говоря, да, для чего я и сохранялся. Ладно. Самое главное, что я обоих не потерял. Вот если сейчас у меня не получится его обыскать, забрать у него, его гранаты, то я загружусь. Я очень надеюсь, что вот этот вот бордюрчик небольшой, изгородь, что она меня немножечко дефает. Хотя... А, я понял. Здесь еще один петух сидит. Понятно. А вот я его уничтожил. Сука, он мне гранату закинул, вот эта тварь. Увидел, что я там ползу. И попытался мне выкурить. Сволота. Тихо-тихо-тихо, дядя. Тихо-тихо, ты приляг. Сволочь. Теперь палит и палит контору. Так, ну-ка, боец. Мы их отборим. Отборим. Афирматив. Время, чтобы дышать немного американских правил. Хорошо. Хорошо. Дай нам слово, и мы распространим свободу, как вилдфайр. Мне этот вариант понравился. Мы готовы. Давайте, давайте, давайте. Нет времени, чтобы выкатить. Это всего лишь на все автоматчик здесь стоит. Ты не можешь спрятать от меня. Великолепно. Мигель Гент, ты красавчик. Но ты уже стреляешь в туман войны. Не хотелось бы, чтобы ты этого делал. Это нам сейчас не надо, категорически не надо. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы сейчас правильно. Мы сейчас идем вот сюда. И гасить последнюю, сволочь. У них там склад. Так. Вот так. И отступаем. Let's keep him fire. Все. Ого. Охренеть. Лейтенант, разрешите обратиться. Вот это поворот. Докладывай. Сэр, отряд сержанта Говарда проник в поселок для уничтожения позиции противотанковой артиллерии. Пушки они уничтожили, но попали в ловушку. Их окружили, и теперь они в доме под плотным огнем пулеметов. Свободен, солдат. Рейти, идиот. Приказа подавить пушки не было. Своих же людей под пулеметы повел. Я его точно отдам под трибунал. Карл, твоим танкам все еще рискованно въезжать в деревню. Разреши мне его вытащить. Давай, Эндрю. Ты его последняя надежда. Ммм, да. Ух ты. Ух ты. Ух ты, артиллерию подвезли. Да, но это, это в конвое. Хотя нет, подождите. Мы можем использовать. Мы можем все это дело использовать. Боже мой. А что же вы молчали? Тогда сюда, скоренько. Пока этих дебилов не уничтожили. Слава богу, никакого таймера нету. Вот сюда. Чтоб было видать и вот этот вот Опель, и вот этот вот Ханумег. Надеюсь, ты догадаешься объехать. А, даже так? Все. Бросай. Бля, этот Говард, конечно, просто конч. Он реально дебил. Честно говоря, я Карлу Янгу симпатизирую больше, чем ему. Так, ну все, хватит. Разворачиваемся. Так, осколочный фугасный, пожалуйста. Так, или это бронебойный? Это кумулятивный. Вот осколочный фугасный. Оп. Блядь, снайпер. Снайпер, сука. Надо бы быстрее бить по башне. Сержанта убили. Сейчас и тебя, Родригес, кончат. Медика сюда, быстро. Сэр, похоже на башню с часами, снайпер. Ну вот, правильно, правильно, правильно. Слушайте приказ. В первую очередь уничтожьте снайпера. А то он нас тут всех перестреляет. Молодцы. Грамотно. Сэр, скоро некому будет наводить и заряжать. Еще одного убили. Ну так, ёпта, не жуйте сопли. Вот и все. Вот и все. Какие вопросы? Снайпер готов. Момент, кстати, довольно любопытный и интересный. Я был удивлен, когда еще заходили сюда, в это село, в эту деревню. Думаю, снайпер точно не выжил. Я еще так удивился. А что это нет снайперов? Ммм, люблю я это дело. So much blood. Родненький я, вам пора отсюда иритироваться. А вот убежал бы, я бы снаряд сэкономил, ты жив бы остался. Так, ну че, шквартнем по складу, чтоб тут все взлетело. Биг-ба-да-бум. Ой, перелет, прошу прощения. Это был выстрел с глушителем. Говард, какого хрена? Приказа атаковать не было. Мы должны были дождаться авиаудара и только потом штурмовать деревню. Если бы не артиллерия Эндрю, ты бы подох нахрен в том доме. Еще бы и людей своих погубил. Во-первых, пока мы бы ждали авиаудара, Боша бы успели дожать наших окруженных парней. Во-вторых, к черту Эндрю. У нас был план, как выбраться из той ловушки. И в-третьих, авиация, сэр. Нам скоро выдвигаться, потом поговорим. Ну, молодцы, авиация. Отработали по абсолютно пустому городу. Нам остался последний рывок через деревню. Мы уже рядом с высотой, где копались наши союзники. О! Пехота пойдет первой. Затем танки и следом уже конвой. Артиллерия. Свежак подвезли. На случай, если вдруг потребуется поддержка. Батальон, парни, вперед! Прибыло подкрепление. Из штаба нам сообщают. Ну, это хорошо. Подкрепление-то мы любим. Так. Давайте пехоту всю куда-нибудь в одно место сведем, чтобы я их всех видел. Ух ты, даже морпехи. Офигенно. Так. Под нашим управлением что? Под нашим управлением... Ой, бля. Ребята, ребята, ребята. Вот не надо бы вам сейчас сюда ехать. Вот-вот не надо. Вот-вот просто не надо. Здесь уп... Ой, бля. Так. Здесь мы тоже не прорвемся с холма. А почему мы не прорвемся с холма? Потому что здесь у нас стоят... Сэр, враг в районе тех домов. Пехота и, вероятно, танк. Точно не разглядеть. Конвой, остановить движение! Всем остальным разбить оставшиеся силы врага! Было бы сказано. Так. Тягач. Цепляешь. Это ваша команда, чейф. Очень хочется, конечно, терять ни живую силу, ни, собственно говоря, технику. Да, броню. Будем действовать аккуратненько, конечно. Вот тигра очень бы хотелось, конечно, себя забрать. Очень бы хотелось. Но как вот к нему подойти незаметно. Я хрен знает. Так, ну-ка. Подвозим их сюда ее. Особо мы не высовываемся. Почему особо не высовываемся? Потому что у фрицев очень много. Очень много. Ой, бля. 150 миллиметров. Галбичка. Так, расцепляй. Отъезжай. Так. Можем мы как-нибудь достать. Если она до нас достает, то и мы можем достать. Ну где ты там? Она разворачивается вообще? Сука. Ну давай. Давай, моя хорошая. Есть. Вот и все. Вот и нет больше артиллерии. Может получится и тигр накрыть. Хотя вряд ли, конечно же. Очень это маловероятно. Ну да, он даже не шелохнулся. Ну лучше уж так. Есть подозрение, что он наши шерманы просто в лепешку раскатает. Будем так колупасить, колупасить по нему. Экипаж контужен. Вы гляньте, сколько я у него закинул. И сколько результата получил. Что там такое? Бля, у нас еще конвоя не хватало. Один конвой на грузовику уничтожен! Да ка нахер вы стрелять начали, ёпта! Дебилы, блин. Ну все, минус тигр, слава богу. Так. Давай тандерболт. Бля, как бездарно, а? Вот реально. Давай, давай, давай ему хороший. Все. Блин, очень тупо, очень тупо уничтожили вот этот грузовик. Просто по-идиотски. Вот не скажу по-другому. Так, это вот отсюда шарашить что ли? Где-то здесь миномет? Или в чем, в чем особенность? По нам вели такой достаточно плотный, хороший, красивый. О, тихо, тихо, тихо. Красиво. Обожаю. Это они, суки. С ружьями противотанковыми сидят. Вот еще он чекушило стоит. Блин, моего танкиста убили. А, вот они, суки. Я все думаю, что происходит. Может, блин, у них какие-то винтовочные гранатометы? Откуда по мне стреляют? Блядь. Ну, как так? Ладно, отъезжаем, отъезжаем, отъезжаем. Отъезжаем на ремонт. Так. Вышарман, подживаем. Так, хочу немножечко карту подвинуть. Так, в процессе башня вычинивается. Так, ну, в принципе, наша пехота уже может двигаться вот сюда. Немцы, бля, уже тут палатки поставили, уже шлыки жарят. Так долго они пытаются тут наших выбить. Ой, не-не-не, подождите, 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 ребятки. Рано. Рано. Там что-то пулеметная точка какая-то. Нехорошая. Оно нам надо? Так, вот он. Все, ну, а теперь можем смело направляться туда. Я на месте конвоя, конечно же, не делал бы никаких лишних телодвижений. Потому что это чревато. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не смей кидать гранату, сволочь. Ух. Наши ребята на высоте даже помыслить не могут, через какие мы прошли трудности, чтобы доставить им боеприпасы, людей и провизию. Что это такое? Я думал, тут тела лежат. Так, это все еще мои ребята тут устраивают забеги. Но пока бежать не стоит. Там у них пулеметная точка. Блядь. Сука, блядь. Расслабиться, расслабиться на ровном месте. Поэтому потерял шерман. Давайте уже, ребятки, зайдем сюда. Убьем вот эту суку. Последнюю. А лучше вот эту. Которая там пулемет свой наглаживает. Ну, кого мы потеряли, объективно? Во-во-во. Где там Эндрю? Солдат, найди наших артиллеристов. Передай, что дорога безопасна. Пусть прыгают на тягачи и подъезжают к высоте. Давайте, мужики. Поднажмем немного. У нас финишная прямая. Цепляемся, цепляемся. Цепляемся, я говорю. Во. И поехали. Главное, только ничего не сломайте. Фух. Вот такая вот миссия. Плотная очень. Достаточно интересная. Мне она почему-то напоминает, знаете, какую миссию? В Варкрафте в третьем. Рейн оф Кеос, по-моему. Или Фрост Зон. Рейн оф Кеос. В общем, когда орки высаживались на Калимдор, там была миссия по сопровождению кодоев. Вьючных. И вот чем-то мне эта миссия напоминает ее. Лейтенант, парни, мы уже не рассчитывали на спасение, а только на доблестную смерть в сражении. Не благодарите капралом. Проводите к старшему офицеру. Лейтенант, прошу прощения за бестактность моего солдата. Мы и правда уже были на волосок от смерти. Вижу, сэр, как вам тяжело пришлось. Рассказывайте, какова ситуация на текущий момент, потери. Чем я могу еще вам помочь? Дюжина убитых, около десятка раненых, практически полное отсутствие боеприпасов и еды. Вот только пару бутылок воды осталось на два окопа. Раненых вылечим, голодных накормим. А боеприпасов мы привезли с собой достаточно, чтобы именно кормить немцев. Сэр, я доложу о вас и ваших парнях в штаб. Вы героически сражались и достойны награды. К черту благодарности. Столько людей полегло. Эта война когда-нибудь закончится? Лейтенант, вызывали меня? Ты знаешь, что Эндрю мертв. Убит снайпером, когда пытался спасти тебя и твоих солдат из окружения. Знаю. Эндрю, конечно, жаль, но даже без его помощи у нас был план, как выбраться. Парень сам решил сыграть в героя, его никто не просил. Заткнись, Говард, просто заткнись и засунь свой план себе в задницу! Ты самовольно повел ответ на выполнение задания, которое сам же придумал! Из-за тебя погиб хороший парень, наш друг, в конце концов! После выполнения задания я подам рапорт командованию, ты ответишь за это. Разговор окончен. Что ж, вот такая вот была миссия. 68-й механизированной роте удалось прорвать блокаду, несмотря на опасный маршрут, довезти конвой с медикаментами и боеприпасами к союзникам. Но победа была высокая цена. В ходе попытки выручить Говарда и его людей из беды, сержант Эндрю Бишоп был убит немецким снайпером. Своевольный характер Рэнди Говарда ни к чему хорошему не приводит, и терпение Карла Янга уже подошло к концу. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Огромнейшее вам спасибо за просмотр. Миссия была интересной. Удачи вам. Играйте в хорошие игры. Спасибо вам большое за вашу активность, за ваши подписки. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Отдельный респект за подписки на Бусти. Там видео выходят раньше. Удачи, дорогие друзья. Не болейте. Берегите себя. Берегите себя. Берегите себя.